Добрый день, коллеги! В данном видеоролике представлю вам пример отслеживаемости сырья на базе 1С ERP с помощью штрих-кодирования. Этот видеоматериал подготовлен сотрудникам компании Coderline франчайзи 1С Оргина Ирины. Мы разберем настройку подключения программного обеспечения компании-производителя Cleverence, оприходуем материалы на склад с помощью терминала сбора данных, рассмотрим пример цепочки поставок материалов и отгрузки готовой продукции, далее выведем отчет по нахождению неликвидного товара в этих поставках, а также довальческую схему безответственного хранения. Предлагаю рассмотреть схему производства в цехах. Перед тем, как наладить эту схему в базе, были созданы склады, склад сырьевой, склад готовой продукции и склад материалов, а также цеха, цех вязальный, цех латексный, цех ОТК и цех приклейка. Проведена инвентаризация и перемещение остатков. Также было выявлено задвоение серии по разным номенклатурным позициям, и для уникальности серии принято решение приходовать по одному товару на документ и выпускать одну продукцию по одному документу. Мы находимся с вами в главном меню программного обеспечения Mobile Smart Squad 15, и сейчас мы произведем настройку подключения к нашей базе 1С. Нажимаем настройку подключения. По кнопке «Изменить» мы выбираем нашу базу. База уже выбрана. Нажимаем кнопку «Далее». Обмен будет происходить через онлайн и комсоединение. Нажимаем кнопку «Далее». Здесь мы ничего не изменяем. Нажимаем кнопку «Далее». И он запрашивает логин учетной записи при входе в базу 1С. Далее запрашивает нашу лицензию. Лицензия уже установлена. Нажимаем кнопку «Далее». Начальная настройка завершена. Сейчас он откроет базу 1С. В качестве ТСД я использую смартфон, на котором у меня уже установлено мобильное приложение. По ссылке «Клиент Mobile Smarts» версии для ПК мы переходим в главное меню мобильного приложения. Так выглядит меню мобильного приложения на ПК. Здесь типовые операции по бизнес-процессу, прихода на склад, подбор заказа, инвентаризация, перемещение, возврат и сбор штрих-кодов. Можем просмотреть сейчас справочники, которые были заполнены при обмене с базой 1С. Здесь есть товары, склады, контрагенты. Просмотрим склады. У нас имеется цех визальный, цех латексный, цех ОТК и цех приклейка. Это относится к производству. Также имеется кладовая цеха. Основной склад используется для хранения оборудования, спецодежды, канцелярии. То есть там содержатся материалы, которые не имеют отношения к производственному процессу. Склад готовой продукции. Там у нас хранятся уже выпущенные готовые продукции из сырья. И сырьевой склад. Этот склад предназначен для хранения материалов, которые используются в производстве. Мы сейчас попробуем с вами приобрести товар с помощью ТСД. Нажимаем Escape. Переходим на приход на склад. В данном случае будет выступать документ приобретения товаров и услуг. Мы создаем новый документ. Выбираем контрагента. Поставщика. Сканируем документ. Он пишет, что по штрих-коду не найден товар. Мы привязываем штрих-код к товару. Ищем наш товар. Это будет нитка 2. В количестве 100 штук. Нажимаем Escape. И завершаем документ. Документ отобразился в базе. Итак, мы приобрели товар. И сейчас переходим в наше меню. Клеверанс. Открываем окно обмена документами. Данное окно у меня уже открыто. И я выбираю тот документ, который мы сейчас с вами создали с помощью ТСД. Загружаем его в 1С. В разделе «Закупок» «Документы закупки все». Этот документ у нас еще не до конца обработан. Заходим в документ и смотрим, какие нужно будет произвести настройки. Какие графы у нас в столбце не заполнены. У нас не заполнена цена. По умолчанию я ставлю 100 рублей. И не заполнена серия. Указываю серию. Номера документа. Через слэш – дату документа. Указываем срок годности. С точностью до дня. Количество – 100. Теперь можно проводить документ. Далее переходим в раздел «Производство» «Документы производства все». Создаем производство без заказа. Выбираем здесь подразделение, которое будет выпускать нашу готовую продукцию. В данном случае у нас будет цех-приклейка. Продукцию ставим как сетка 10. Сетка 10 у нас находится в приклейке «Экспорт». Указываем количество 100 штук. 100 метров. Склад получателя указываем. Склад готовой продукции. Теперь добавляем материалы, которые будут заложены в эту сетку. У нас будет нитка наша вторая. Она будет отгружена со склада сырьевого. Подразделение затрат будет цех-приклейка. Далее мы сюда добавим клей. Предположим, 200 грамм, который тоже будет отгружен в цех. Сырьевого склада. Подразделение затрат, цех-приклейка. Добавим еще оболочку. Которая тоже будет отгружена с сырьевого склада. Тоже подразделение затрат. Статья о калькуляции материала. Теперь сохраним документ. И укажем серию. То есть мы создаем документ. Вводим номер серии по номеру документа. Серия сгенерирована. Обратите внимание, что на выпускающуюся одну продукцию один документ. Продолжение следует... Теперь нам необходимо создать... Заказ покупателя. Заказ клиента. Мы выбираем заказчика. Указываем товар. Для примера я возьму цену 500 рублей. Проводим документ. Проводим документ. Создаем реализацию. То есть мы выбираем... Тема variants. Ностаки. Продолжение следует... Не судим. Нам его выявляется. Не судим. Носколько. Много. Я подб data предсто 엄청 gider оттолкации. ENE нельзя options. Следующий заказ у нас будет поступать к заказчику номер 2. Та же сетка в количестве 35 штук по той же цене. Продолжение следует... Допустим обработку и проследим, где наша сетка. По любому заказу клиента. Сетка была реализована заказчику первому и второму по документам реализации 582 и 581. Материалы, которые участвовали в процессе производства, указаны в самом первом столбце. Поставщик указан в третьем столбце и номер партии сырья. Далее идет номер производства без заказа, который выпускал готовую продукцию. Теперь рассмотрим эту же схему на производстве издавальческого сырья. Заходим в раздел «Продажи», «Заказы довальцев». Создаем новый заказ. Выбираем довальца. Выбираем с ним договор. Указан склад «Продукция» – это склад готовой продукции. А склад «Материалы» у нас указан склад сырьевой. Заполняем услугу по переработке и переходим в табличную часть документа. Добавляем номенклатуру, ту, которую мы будем выпускать. Дату отгрузки поставим в сегодняшнюю количество 100 метров. Я указываю везде приблизительные цены. Следующая вкладка «Сырье и материалы» мы добавляем в сырье, которое передает нам довальцев. Оболочка довальческая. Количество – 100 метров. Меняем статус документов производства. На основании заказа довальца заведем документ поступления сырьевой. Проверяем документ. Тест «Оболочка довальческая». Сохраняем документ. Указываем серию. КОНЕЦ Завершить. Теперь можно провести документ. И перейти в раздел «Производство», «Документы производства все» и создать документ «Производство без заказа». По умолчанию у нас стоит подразделение «Цех приклейка». Отсюда мы будем выпускать готовую продукцию «Довальцы». Продукция у нас «Сетка», «Количество» – «100 метров». Направление выпуска на склад. Указываем склад-получатель. Склад готовой продукции. Теперь указываем материалы. Наша оболочка в количестве 90 метров. Нить в количестве 100 килограмм. В количестве 100 грамм. Заполняем склад, откуда будет поставляться сырье в цех приклейку. Подразделение «Затрат» указываем «Цех приклейка». Статья калькуляции «Клей материалов». Сохраняем документ. Указываем серию по номеру документа. «Количество» – «100 метров». Проверяем. Проводим документ. Теперь на основании заказа «Довальцы» нам необходимо отгрузить товар. Заводим документ «Передача до «Вальцы». Но перед этим мы поставим статусы «Выпущены продукции». Отгрузить обособленно. Документ проведен. Теперь мы можем ввести на основании «Передача до «Вальцы» готовой продукции». Проводим документ. Проводим документ. Возвращаемся в наш заказ и ведем на основании «Возврат сырья до «Вальцы». Оставшееся сырье, не вошедшее в производство готовой продукции, в количестве 10 метров мы возвращаем до «Вальцы». Проводим документ. Создаем отчет «Довальцу». Ну что ж, коллеги, все схемы пройдены. На данном этапе я закончу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»